Приветствую, друзья! Сегодня я буду краток. Новость о выходе британских линкоров, на мой взгляд, окончательно ставит точку в истории игры World of Warships. Ну, в её истории именно как игры про боевые корабли первой половины 20 века. То, что сейчас будет происходить, если, конечно, после тестов это не поменяют, мы с вами окончательно получим доту на синем пластилине. Почему? Давайте почитаем и убедимся сами. Торнадо Энерджи, дэмэдж. Вот это я всё пропущу. Единственное, что прокомментирую вот подобные вещи, что пытаются в качестве козыря у линкоров с 7 по 10 уровень дать некий инвиз. Ребятки, вот кто это пишет и кто это придумает, сходите, поиграйте на хай-левелах. Ваш инвизный линкор, который должен незамеченным подходить к вражескому кораблю на удобную дистанцию и тщательно прицелившись разрядить орудие ему в борт. Его засветит Шимакадзе, его засветит Гиринг, его засветит Нидуэй, Тайхо, да всё, что угодно, ребята. Вот то, что они пишут, это справедливо в крайне редких ситуациях, когда вы остались один на один с противником. Это будет преимуществом у британского линкора? Конечно, будет. Но это будут такие редкие случаи и реализовать это может, знаете ли, игрок не очень среднего ума, а несколько повыше, которых у нас в игре уже осталось достаточно немного. Кто не верит, поиграйте с Элинимером. Однако переходим к главному, что ждать от британских линкоров. Вот здесь и начинается главная хиромантия. Простите, ребят, вот очень хочется говорить спокойно, но я с трудом сдерживаюсь, чтобы не материться. Я действительно сильно расстроен. Я возлагал в своё время большие надежды на эту игру. И британские линкоры, я уверен, что вы их тоже ждали. Британия, владычица морей, традиции морские. И вместо этого нам выкатывают каких-то сраных гендальфов, которые будут из инвиза кидаться фугасами в противника и моментально хилить своё хп. Да-да, вот давайте читаем. Улучшенное снаряжение, ремонтная команда восстанавливает больше очков боеспособности от белого урона, пожаров и затоплений по сравнению с другими линкорами. Прекрасно, я очень рад. Так хорошо, Нью-Мексико встретится, кто там у нас на шестом уровне поставлен? Квин Элизабет? Хорошо, вы на Нью-Мексико всадите королеве Елизавете по самые помидоры, а она отхилится и поедет с вами дальше воевать. А вы отхилитесь меньше. Кроме того, британские линкоры хилятся просто молниеносно. Мы опять выпускаем ветку кораблей, которые совершенно им балансны и никак не стыкуются с теми кораблями, которые выходили, скажем, полтора-два года назад. И никто с этим делать ничего, поверьте, не будет. Новые ветки пилятся для того, чтобы вы снова донатили, 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 донатили. Всем плевать вот на всё это остальное. Вот серьёзно. Вот разговоры. Мне сейчас, может быть, в личку кто-то напишет после этого видео. Да ладно, Антоха, мы там стараемся актуализировать корабли. Да ничего вы не стараетесь. Индианаполиса, как вы тогда апнули? Прямо космически у нас Индианаполиса теперь гоняют. Полный рандом в них. Не отплюёшься. Ладно, это частный случай. Продолжаем. Фугасные снаряды с увеличенным уроном и повышенное величинное бронепробитие позволят наносить серьёзный урон даже тяжело бронированным целям и увереннее действовать на дальних дистанциях, где бронебойные снаряды не так эффективны. Что? Кто это писал? На дальних дистанциях неэффективны бронебойные снаряды. Там, где они прилетают вертикально сверху в палубу, пробивают её и цитадель. Палуба тоньше, чем боковое бронирование цитадели. Оказывается, неэффективны у нас бронебойные. На средних дистанциях, соглашусь. Но не на дальних. Так что теперь, ребятки, включайте фугасики, готовьте свою волшебную хилку и давайте аутировать. И я уверен, что у нас просто и официальные вододелы об этом обязательно расскажут. И у нас начнётся мир фугасов теперь ещё на линкорах. Можно подумать, до этого его было мало. Давайте вообще, вот, товарищи продюсеры, вы не мучайтесь. Вы отберите бронебойные снаряды вообще у всех. У вас столько проблем отпадёт. Ну, однако, вот про бронирование тут нам говорят. Мощное бронирование кораблей ветки с третьего по шестой уровень. Британцам по плечу принимать вражеский урон и эффективно продавливать направление, ведя за собой союзников. Ну, а надёжное бронирование носовой части корпуса не поможет танковать наступление защиты. Значит, ребята, смотрите. Если вы не готовы раскрывать конкретный ТТХ, не надо нести всякую херню. Мощное бронирование. Что это значит, мощное бронирование? Вы приходите в автосалон и говорите, сколько у этого автомобиля лошадиных сил. Вам говорят, много. Вы говорите, стойте. Можно конкретную цифру? 140, 200, там, 100, там, 250. Много. Так вот, пока вы не готовы называть цифру, не надо рассказывать сказки. Потому что это всё болтовня и слова. Ну, и последний, четвёртый пункт. Хорошая по меркам класса линкоров маскировка на кораблях. Седьмой по десятый уровень. Относительно невысокая заметность открывает в бою дополнительные возможности. Например, вы сможете незамеченным подходить к противнику на выгодную дистанцию, чтобы реализовать первый залп с максимальной точностью. Ну, про это я уже говорил. Это будет получаться в единичных случаях. Поэтому я в преимущество такое не записываю. Вы на варспайте частенько подкрадываетесь к варажскому фусо и там разряжаете в него свои орудия. Я думаю, что не очень. Так вот, короткое резюме. Конечно, когда ветка выйдет, я сделаю стрим, на них поиграю. Но, честно, это ещё один жирный крест. И, наверное, он один из последних и один из решающих. Если ветка британских линкоров выходит в подобном виде, всё. Ребята, это дотка, это волшебные фаерболы, кидаемые из невидимости и прочая-прочая хрень. Эту игру не спасут уже ни ивенты, ни конкурсы, ни улучшенное общение с комьюнити. Так что максимум, что для меня останутся корабли в таком случае, это просто социализация. Погонять с друганами без абсолютного интереса и какой-то надежды. В общем, чувствую, будет жаркое обсуждение в комментах. Поэтому старайтесь в животных не превращаться. Животных мы не любим, мы обычно выкидываем обратно в стойло. Ну, а нормальных людей, пожалуйста, welcome в комменты. Ну, и ставьте лайк, если вам это видео понравилось. И подписывайтесь на канал. Всё. Всем спасибо. Всем пока.